Результат положительный. В Балхаше зафиксированы факты заражения коронавирусом. На сегодняшний день в городе зарегистрировано первые два случая заражения коронавирусной инфекцией. Новоселье. В сентябре очередникам вручат ключи от квартир дома Носифулина. В конце августа, сентябре месяц это дом университ завершит. В честь праздника коллектив медколледжа смастерил символ медицины. Мы оставляем это наследие всему народу, для молодежи и для наших потомков, чтобы они почитали труд медицинских работников. У двоих балхаштов подтвердился коронавирус. Мужчины приехали с вахты, с рудника Шатеркуль и находились на карантине. Они сами обратились в скорую помощь с симптомами ОРВИ и пневмонии. В медучреждении диагноз COVID-19 подтвердился. Балхашцев 56 и 59 лет поместили в инфекционный стационар. Всех контактных лиц отправили на карантин. В местах пребывания пациентов с коронавирусом провели дезинфекцию. На сегодняшний день в городе зарегистрировано первые два случая заражения коронавирусной инфекцией. В этой связи, уважаемые балхашцы, хочу вас предупредить при появлении первых симптомов острого респираторного вирусного заболевания, повышения температуры, кашля, насморка, слабости, вызывать скорую помощь на дом. В 100 километрах от Балхаша произошла авария. В час дня столкнулись грузовики и легковое авто. Пострадали 5 человек, в том числе трое детей. Они получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в центральную больницу Балхаша. Врачи оказали им помощь. Сейчас их состояние оценивается как удовлетворительное. На ДТП в районе 748 километра участка автодороги Алматы-Кирюнбург, от 36 километра от МСПА-Шалтавы. Среди них трое детей, два года, девять лет и пятнадцать лет. Травмы различной степени, ушибленные раны, травматический шок, закрытые черепно-мозглевые травмы. В сентябре очередникам вручат ключи от квартир первого дома по улице Сейфулина. Сейчас в здании продолжаются ремонтные работы. Многоэтажка пустовала около 20 лет и принадлежала предприятию. Сейчас владелец восстанавливает многоэтажку и готовит к передаче на баланс Акимата. Реставрация дома началась в конце мая. Уже готовы 33- и 4-комнатных квартир. Их приведут в готовность, в том числе и кровлю здания. Квартиры выдадут очередникам. Глава города Ураста Урбеков пообещал, что во дворе оборудуют детскую площадку. Общая площадь дома составляет 2500 квадратных метров. Предварительно был составлен договор, по условиям которого дом будет передан на баланс Акимата. Будет произведен ремонт крыши, фасада. На данный момент взяты внешние тихоусловия на подключение воды, отопление и электричество. Всего три зоны отдыха получили разрешение на работу в районе Барковского. Остальные на стадии оформления акта о готовности. Этот документ эпидемиологи выдают только тем, кто на 100% соответствует требованиям санврача. В этом сезоне ужесточились и другие правила. Владельцы пляжного бизнеса района Барковского устанавливают камеры наружного наблюдения. Аким города поручил соблюдать чистоту не только на своем участке, но и в пяти метрах по периметру прилегающей территории. Коммунальное предприятие «Балхаш-Универсал» обеспечит свои временные вывоз мусора. На территории будет постоянно дежурить автопатруль. Перед открытием обязательно должна быть качественная уборка с применением дезинфицирующих средств. В этом году должны быть номера, жирные, металлитовые. Потом пляж, если он пропустится к вашей территории, он должен обязательно тоже обрабатываться. И очистка проводится должна не менее одного раза в сутки. Коллектив Медколледжа смастерил из цемента чашу со змеей. Это подарок будущим медикам к профессиональному празднику. Яд змеи используется медиками для лечения многих болезней. Классическую эмблему медицины – чашу со змеями – придумали примерно в 700-х годах до нашей эры. Преподавателям и работникам Медколледжа потребовалось полтора месяца для изготовления эмблемы. Отличительно то, что всю работу они выполнили своими руками. Сперва мы установили железный каркас. Затем, после закрепления со сварщиком, добавили туда цемент. Мы оставляем это наследие всему народу, для молодежи и для наших потомков, чтобы они почитали труд медицинских работников. 47 болхарских выпускников примут на молодежную практику. В городе продолжается прием заявок на полугодовую оплачиваемую стажировку. Напомним, программа работает через центр занятости. Чтобы стать участником, надо иметь диплом вуза или колледжа не старше трех лет. Принимаются только те выпускники, которые не имеют опыта работы. После того, как выпускники вузов и колледжей получат дипломы, они могут пройти молодежную практику. Приглашаем выпускников до 29 лет пройти стажировку через центр занятости в рамках программы «Инбек». Вот, значит, это мост через теплое течение. По-моему, он скоро рухнет, и в тесна вообще не сможем будет попасть. Все тут уже прям дыры, дыры прям насквозь. Весь мост в таком состоянии. Дорога до моста и после моста. То же самое, все, в ямах. Ездить невозможно. Вот так вот мы ездим. Как ездить-то автобус? Надо прокатиться на нем, это как на американских горках. Даже лучше. Вот здесь вот остановка дачников. Только где она? Ни знаков, ни скоростного режима, ничего нет. Живем, как будто где-то вдали от города. Хотя город вот он. Вот, смотрите, здесь какая яма. Вот яма. Там дальше тоже яма. Вот. Здравствуйте. Вот эта дорога на Текснап. Уже как гармошка ездить невозможно вообще. Все, вся дорога вот такая. Насыпали и ничего больше не делали. Сейчас поток туристов увеличился. Все едут на бацат. Вечером тут пыль столбом стоит. Порой едешь, даже не видишь, куда едешь. Вот она вся в гармошках. Вся. Субтитры подогнал «Симон»-Симон «Симон»-Симон «Симон»-Симон» Симон «Симон»-Симон «Симон»-Симон» Симон «Симон»-Симон «Симон»-Симон» Симон «Симон»-Симон «Симон»-Симон» Симон «Симон»-Симон «Симон»